Добрый день, с вами Лейко Татьяна, аналитик компании FIBA Group. Сегодня мы поговорим о важных новостях по валютным рынкам на текущую неделю. Новая торговая неделя будет не менее активна, чем предыдущая. Практически на каждый день запланирована публикация макростатистики к большой степени важности. На азиатской сессии понедельника состоится публикация предварительного значения ВВП Японии за третий квартал этого года. Ждается рост этого показателя как квартальным, так и годовым выражением. Поэтому в случае публикации текущего значения выше предыдущего, иена может значительно укрепиться. Что касается вторника, то на европейской сессии сильное влияние на рынок окажет публикация предварительных данных по ВВП Германии за третий квартал. Если фактические темпы немецкой экономики покажут рост, это спровоцирует укрепление евро. Немного позже запланирована публикация индекса потребительских цен Великобритании за октябрь. За последние несколько месяцев инфляция страны Туманного Альбиона демонстрирует устойчивую динамику роста. Это в свою очередь поддерживает национальную валюту. Также состоится публикация статистики экономического настроения от агентства ЗЮЗа ноябрь. Внимание трейдеров по-прежнему сосредоточится и на единой европейской валюте, поскольку данные будут представлены по Германии и в целом по еврозоне. На американской сессии трейдерам будет интересна публикация статистики по индексу розничных продаж США за октябрь. Этот показатель также важен, поэтому ожидаем рост торговой активности долларом США в парах с основными валютами. Отметим, что прошлая публикация министерством торговли за сентябрь порадовала участников рынка, поскольку показатель вышел значительно лучше предыдущего значения. В среду на европейской сессии состоится публикация уровня безработицы Великобритании за сентябрь. Важно отметить, что за последние несколько месяцев ситуация на рынке труда королевства демонстрирует признаки улучшения. Если и дальше показатель будет держаться в положительном ключе, это позитивно повлияет на стерлинг в парах с другими валютами. На американской сессии четверга трейдеры обратят внимание на статистику США, а именно состоится публикация индекса потребительских цен США за октябрь. Отметим, что показатели за август и за сентябрь демонстрируют восходящую динамику. Пятница будет интересна для тех, кто следит за экономикой Канады. На американской сессии состоится публикация индекса потребительских цен Канады за октябрь. В прошлом месяце показатель укрепился до 0,1%. Если динамика роста продолжится в октябрьском выражении, тогда канадский доллар получит поддержку. Подводя итог торговой недели, следует ожидать увеличенный интерес со стороны трейдеров на такие основные валюты, как иена, стерлинг, евро, канадский доллар и, конечно же, доллар США. Новостной фон будет способствовать к спекулятивной торговле практически каждый день. Это все на сегодня. Успешной вам торговли. И помните, самые крепкие аргументы те, что в твердой валюте. ФИБА ГРУПП ФИБА ГРУПП ФИБА ГРУПП Ваша финансовая группа поддержки